Всем привет! Сегодня я начну снимать свои повезушные дела за октябрь месяц. Первое, что покажу, это вот такие мешочки-мыльнички. Первый покажу вот такой вот. Он у нас естественного цвета донышком, потому что пойдет он в баню. И вот если я покрупнее покажу, вот он такой плотненький. Ниточки плотные. И два вот таких с позитивными донышками. Они поедут к Натали Кис. Познакомились мы с ней на ютюбе. Она просила сделать донышко подырявчатей вроде как и потоньше, потому что боится, что не просохнет в ванной комнате. Вот оранжевый я сделала, ну то, что они все с дырками, это понятно, сделала из более тонкой нитки. Вот если... Ну, не очень, конечно, видно на видео, но чуть-чуть есть разница. Чуть тоненьше ниточка. Я из такой нитки вязала платье. Вот. Не помню уже название, к сожалению, вот сейчас не вспомню. Вот. Для чего эти мешочки? Ссылку я оставлю. Это мешочек-мыльник. Туда складываются всякие обмылочки. И когда нужна вода, опускаешь в воду, когда нужна мыльная вода, и у вас получается мыльная вода, а все мыло, кусочки остаются внутри. Потом вот за эту веревочку подвешивается в ванной, он стекает и сохнет. А второй я сделала еще из более тонкой нитки. То есть вот это желтые и оранжевые нитки по толщине одинаковые. Это ирис. А вот эта вот ниточка, она еще тоньше этой. Я ради эксперимента сделала. Видите, тут уже заметнее. Вот из этой вот я, допустим, вязала тунички платья. А это 100% хлопок тоже. Это от Ян Арт Канарис. Она, несмотря на то, что такая тоненькая, она очень крепкая. На этой ниточке я вяжу браслеты из бисера. Вот. Так что крепость ее проверена. Вот. И вот эти два позитивчика поедут к Наталье. Как бы так приподнять. Вот. Стоимость одного мешочка 170 рублей составляет. И заказывают у меня их вот, как Наталья, просто мешочки. А бывает еще, вот видите, этот поплотнее даже держится, а этот нет. А бывает так, что у меня клиенты заказывают, например, ну там кофту связать или там кардиган. И потом заказывают, например, купальник. В общем, со вторым повезушным заказом я вот такой вот мешочек всегда вкладываю в подарок, чтобы клиент, может быть, даже эти вязаные изделия стирал вот мыльной водичкой. И к тому же безотходное производство всегда у вас мыло до последней каплюшечки будет использовано. Вот. Это только начало. Далее покажу, что еще свяжу. И думаю, когда я уже выложу это видео, Наталья уже свои мешочки получит. Потому что сейчас только начало, самое октября. Вот. А видео я выложу в конце месяца. Следующее, что я вам покажу, это вот такую шапку. Сейчас я вам приподниму немножко. Шапка это зайка. Цвет искажается, сразу скажу. Но я уже засняла Софью в ней дома, потому что для улицы она очень плотная оказалась. Это пряжа кроха, из которой в основном всегда все вяжут на спицах. Но для нас нет невозможного. В общем, история создания этой шапки. Тут у нас перепонки ушные, все как надо. Вот так еще можно носить. Ну, на Сонечке увидите. Она получилась прямо зимняя. От того, что пушистые ресницы пришлось тоже пушистой пряжей проходить, иначе не было видно. В общем, у меня Софья после пипи, кто смотрел шапку мышонка, заказала шапку зайку. И я участвую в одном вязальном марафоне в Инстаграм. И там было первое задание на первый этап. Что-то фантастическое, что-то, чтобы нереальное было. Много девочки вязали всякие шапочки и зверюшек. В общем, всякие. Мы вязали зайку, коли уж ребенок захотел. Вот, сзади она. Я люблю, когда у детей сзади вот так вот всю шею закрывала. Поэтому я свои саняшки вяжу, чтобы все было закрыто. Лямочки тоже достаточно длинные. Ну, на ней посмотрите. В общем, это следующая вещь у меня связанная. Как слоник уже. Связанная в октябре 2017 года. Ну, это, я думаю, не последнее, потому что еще половина октября только прошло. Поэтому будет еще дальше. Ты кто? Заяц. Ты заяц? А где у тебя ушки? Вот. У нас вот так ушки, когда заяц озарует. А вот так, когда зайка спокойненький. Да? Да. Я не знаю, как ее поймать. На улицу в этой шапке идти очень тепло. Она очень теплой получилась. Соня дома невозможно. Развязывай завязочки, зайка. Посмотри на маму. Я заяц. Ой, простите, заяц. Посмотрите на маму. Заяц. Заяц. Заяц сам поправляет шапку. А где у зайки ушки? Да. Да? Есть? А повернись боком нам. Вот. И спину. Ой, у зайки ушки. А боком? Спасибо, зайка. Пока. Пока. Вот так мы идем в садик. Кто идет? Ты кто, Соня? Кролик? А посмотри на маму, кролик. Вот такой кролик. Одно ухо мы задрали. Да, Соня? Да? Ты довольна, кролик? В садик мы с удовольствием пошли, потому что сегодня наконец-то похолодало и Соня теплую шапку надела. Помаши всем привет. Привет! Ну и последнее, что я покажу из того, что я связала в октябре, это вот такая вот ключница. Участвую в конкурсе по везушным в марафоне в инстаграм, и там нужно обязательно связать в технике жаккард и градиент. Градиент это переход в цвет, но мне что-то градиент ничего не нужно. Я стараюсь участвовать так в марафонах, чтобы вязать то, что мне нужно. У меня от Avon пришла в негодность ключница, сломался замок. Я решила сделать вот такую, с такой буферной зоной из бисера, сзади она выглядит вот так, в таком ретро. Нашла пуговичку к ней ретро. Так она застегивается. Решила сначала вам показать просто. Внутри у нее есть вот такая петличка, на которую я собственно прицеплю. Сейчас прицеплю ключи и покажу. В принципе, эту ключницу можно сделать как и для машины, здесь машину связать. Техника эта называется жаккард. Она небольшая, вот с мою ладошку. Ой, я специально принесла ключи. Сейчас я ключи прицеплю и покажу, как это выглядит в действии. Прикрепила я ключики вот на такую петлю. Они крепятся. Здесь очень ниточки все спрятаны. Чуть-чуть вот они. Ну, в общем, за них ключи не зацепятся. Достаточно много у меня ключей. Достаточно большой размер. Сова тут у меня такая. Большая, кричащая. Вот. Ей нужна свобода, чтобы она не... Если нажать на нее, она кричит. И застегиваем на пуговку. Вот так это выглядит сзади. И спереди. Можно было бы, конечно, голубого цвета, но я побоялась, что испачкается. Поэтому у меня она такая серенькая. Как бы так навести? Вот. Здесь типа у нас земля, домик, небо, все дела. Можно машину здесь связать. Вот эта вот техника называется шаккард. И будет ключница для машины. Для ключей от машины. В общем, на этом буду заканчивать свой отчет по октябрьским повезушкам. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова